Всем здравствуйте! Вы на канале Светлана Герасимова и её гости, и в гостях у меня сегодня Юрий Табах. Юра, здравствуй! Здравствуй, Светлана, здравствуй! Юр, вот сейчас такое важное, ответственное время для человечества, и людям, политикам, которые, может, и не готовы даже были к решению таких задач серьёзных, придётся их решать. Я имею в виду, прежде всего, Израиль, Украину и, конечно, США. Вот Бензамин Нетаньягу, он заявил, что уйдёт с поста премьер-министра тогда, когда сделает Израиль безопасным. И он намерен так делать. Вот твоя оценка того, что делается в Израиле. Алло? Алло, ты меня слышишь? А, слышу, слышу, да. Я считаю, что он уйдёт с поста премьер-министра тогда, когда израильтяне проголосуют за другого премьер-министра. А если он уйдёт раньше, значит, по своей воле, значит, это, как бы, будет не очень хорошо, может быть, по-предательски, или как слабак. А вообще-то премьер-министр должен уходить, когда парламент назначает другого парламента, голосует за другого премьер-министра. Поэтому это не совсем должно зависеть от него. Я это воспринимаю как глупо. Если он такое сказал, я не слышал. Но если такое сказано, то это глупо говорить такие вещи, я считаю. Но опять же, может быть, у меня просто военный взгляд на это. А вот за что сегодня винят и Тима Волса, кандидата в вице-президента от Демократической партии, что он предал свой отряд, свой батальон, подав в отставку сразу после того, как они узнали, что их отправят в Ирак. И оставил свой батальон без батальонного сержанта, что есть высокая должность в батальоне. Понятно. Юр, мы про США поговорим очень подробно. Я понимаю, насколько это важная тема. Но все-таки немножко пошире то, что сейчас в Израиле делается. В Израиле ничего не делается. В Израиле делается то, что делалось все время. Они пытаются воевать за свое существование. А мир цивилизованный пытается убрать мусор, убрать убийц, убрать за счет Израиля. За счет их жизни, за счет их репутации и так далее. А потом критиковать их в том, что вот они то сделали неправильно, здесь сделали неправильно, тут погибли люди, там погибли люди. Но сами мы, цивилизованный мир, в этом не участвуют почему-то. Вот ждем, пока Израиль решит наши проблемы за нас. Также это относится и к Украине. Мир сидит цивилизованный, опять же, во главе с Белым домом сегодняшним. И ждет, пока Украина решит за нас проблемы. Мы все время действуем, никакой эскалации. Мы хотим, чтобы закончилась война, чтобы был мир во всем мире, чтобы дети были живы и здоровы. Все эти лозунги «Советский мир у мир», «Дети важнее все», «Дети наше будущее», «Молодежь везде у нас дорога», «Старика у нас почет» и так далее. То есть, ну когда украинцы внедрились и проломили две линии обороны и зашли на территорию России, то сказали, ну нет, мы не против, да, мы никогда не запрещали этого, мы никогда не были против этого и так далее. Постоянно подыгрывают ради своих политических целей, а не ради спасения жизни людей или демократии в мире. Мир делает то же самое с Израилем. Пусть израильтяне расправляются с хуситами, хотя от хуситов страдает больше всего Египет, Иордания, да и весь мир, потому что они перекрыли «Советский канал». И уже, сколько, два года они держат весь мир в заложниках, обстреливают корабли, топят наши корабли, экономика у нас, ресессия на носу, рынок грохнулся. Это проблема Израиля оказывается. Где хусит и где Израиль? Где Иран и где Израиль? Какое отношение Иран имеет к Израилю? У них нет общей границы, они хрен знает, где друг от друга находятся, никакого влияния друг на друга они не имеют. Но с Ираном должен разбираться с ядерной программой Ирана, ни Саудовская Аравия, ни другие арабские страны, ни Суницкие, ни Соединенные Штаты, ни Европа, а израильтяне. Это израильцы. То есть они налетают на Израиль, бомбят Израиль, иранцы. С какой стати? В ООН этот вопрос не поднимается. То есть каким образом Израиль угрожает Ирану? За что Иран нападает на Израиль? Но в ООН это не поднимается. Ни одна страна не поднимает этого вопроса, чтобы ввести санкции, ввести резолюции против Ирана. Против Израиля в ООН существует для того, чтобы вводить резолюции против Израиля. Они ничего не делают, конечно, но все равно сама идея. Поэтому этот мир циничен и мы видим это все. Я думаю, что это не надо быть. Вот в Соединенных Штатах Америки за Хамас протесты идут. Не за Украину, не за украинские детей, за Хамас. У Камала Харрис выступала, там тоже были крики за Хамас, а то за все. Она говорит, ну мы за два государства. Она продолжает эту дурацкую линию два государства, существование двух государств и так далее. Не может существовать два государства, если одно из этих государств мне признает право на существование другого государства. Убедись сначала и дозаставь их признать в существовании. Ну, наверное, евреев это не распространяется, поэтому, честно. Ну, Юра, вот объективно-то вот если говорить, да, сейчас Белый дом, он делает, мне кажется, очень немаловажные вещи. Какие вещи? Меньше стал повисать гирями на плечах Израиля и на плечах Украины. И та же Камала Харрис, она отказалась, но не осмелилась обсуждать вопрос о том, что на поставке Израиля оружия надо ввести эмбарго. Вот, видишь, то есть определенный-то уровень осторожности-то у них есть. Нет, ну, это у них все слова. Также, как бы, пару дней тому назад Байден отменил, у него был запрет на продажу наступательных оружий Саудовской Аравии. Ну, Саудовская Аравия не может быть другого, чего-чего денег на них на это хватает. То есть, опять же, удар по нашему бюджету. Также эти деньги, ну, это там другая тема, в которой я как раз участвовал, имел честь. Это то, что мы, Саудовская Аравия, допустим, продаем оружие. У нас есть закон, который гласит, что мы не можем терять деньги на поставки оружия другим странам. Ну, вот, например, когда я занимался, это было в Польше. Мы передали два корабля, четыре вертолета, было другое спецназовское оружие. Это все было бесплатно поставлено в Украине. Ну, оно не могло стоить американским налогоплательщикам денег. То есть, вычиталось оттуда, сколько бы нам это стоило законсервировать, сколько бы стоило нам задержать. Все это вычиталось. И потом все равно оставалось. Все равно это стоит денег передать оружие бесплатно в Польше. А в Польше денег ведь нет. И вот в Саудовской Аравии, например, когда мы продавали это же оружие намного дороже, чем оно стоило. И таким образом это был баланс. Мы, как в Соединенных Штатах Америки, не имеем государство, не имеет права зарабатывать или терять деньги на продаже оружия. И вот этот вот баланс, что с некоторых мы берем больше денег, но другим мы даем это дешевле или вообще бесплатно. То же самое, например, если когда ты запретил продажу самому нашему большому закупщику оружия Саудовской Аравии, что мы теряли, мы не могли эти деньги перевести, допустим, на помощь Украине или так далее. Но Украине так и так не дают деньги. Ну, тому же Израиле. И вот сейчас Байден, придя к власти, первое, что он сделал, одна из первых вещей, он запретил продажу наступательного оружия Саудовской Аравии. Ну, вот пару дней тому назад он это отменил. То есть, потому что Саудовская Аравия, враг номер один, это Иран. Ну, и после того, как опять налетели на наши базы в Сирии, сейчас было нападение, опять же, иранскими прокси, понятное дело, что с Ираном надо что-то делать. Но вот пытаются они это сделать все-таки руками Израиля. Все равно продолжают делать, потом критиковать. То есть, да, они играют в эту игру, и Камала Харрис всегда была антиизраильская, она была всегда с антисемитскими наклонностями, ну, как все коммунисты, как все диктаторы, когда диктаторы приходят к власти, им нужен враг, внутренний враг. Ну, внутренний враг всегда легче всего бы в Европе было найти. Это евреи, ну, в Соединенных Штатах было это чернокожие, наверное. Но все равно нельзя было обвинить чернокожие в том, что все банки принадлежат, всех СМИ принадлежат им, все бизнесы принадлежат им и так далее. А евреев можно было там. Поэтому это легче всего. То, что коммунисты, нацисты, там, все остальные делают. На кого-то надо палить, что экономика не работает, что жизнь хреновая. Помимо внешнего врага, нужен еще внутренний враг. Это делал и Сталин, и Гитлер. И вот считается у нас, что у Камала Харис есть такая наклонность тоже. Свалить на Израиль. Израиль проблема. Ну, в принципе, две проблемы существуют в мире, от которых, как только мы избавимся, мы все будем жить счастливы в мире и спокойствии. Это Израиль и Трамп. Вот она, борец с двумя этими злами. И сейчас к ней присоединился ее вице-призм. Вот в Израиле насколько в действительности опасна обстановка? Я это спрашиваю, потому что у меня много спикеров из Израиля, много друзей там. И, в общем-то, все спокойно смотрят и уверены в день завтрашний. Они уверены, что никто с ними ничего существенного сделать не сможет. Ну, если ты живешь там, и украинцы понимают, что с ними тоже никто ничего серьезного сделать не может. Но страданий могут нанести много. Ущерб экономике, ущерб многому всему. Поэтому, да, спокойствие надо соблюдать, никакой паники не надо. Мы видим, что в Иране происходит, там внутри тоже много-много проблем. У них у самих, у них сейчас сами разборки начались, потому что там предательство, там то-то, все. Иранцы же не хотят этих Ай-Атолл. Они считают, что это арабский мир к ним приехал. Иранцы – это древнейшая культура, древнейшая цивилизация. Это прекрасные люди, я знал, много иранцев. Они не хотят, и они внутри Ирана там постоянно идет вот это вот. Заместо того, чтобы нашими властями их поддержать, мы их игнорируем. То же самое, как и в Вен-Узуэле. Сейчас, тогда вот начались после этих выборов там беспорядки. Заместо того, чтобы нам их поддержать, мы игнорируем. Мы говорим, нет, 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 главное, чтобы никакой эскалации, главное, чтобы ничего не было. Ну, хотят мира, получат войну. А с войны, к сожалению, они еще и зарабатывают. Поэтому, да, в Израиле понимают, что нет, пока что никакой атаки нет. Обещали атаку в понедельник, обещали атаку там сразу, обещали ответ. Ответ какой-то последует, это правда. Но в то же время мы видим, что и союзники Израиля тоже организовываются, тоже начинают понимать, что надо что-то делать по этому поводу. Вот, сняли эмбарго на оружие Саудовской Аравии. Саудовской Аравии, Египет и Ордания. Нельзя сказать, что они такие влюблены в Израиль близких, но они все равно говорят, что они будут участвовать в этом. Они будут, не дадут никаким ракетам пролетать над своей территорией неба. Будут их сбивать. Ну и тоже наши авианосные группы туда прибыли, самолеты прибыли. Даже Катар, который, казалось бы, принял на своей базе наши самолеты. Ну и сам Израиль готовится к этому, ко всему. Но все равно есть, там тоже меняется тактика с дронами, с другими вещами. Но пока что Иран понимает, что... Я вчера слушал одного ирониста. Он понимает, что если они что-то сделают, на них обрушится очень много ответа. А у них и так шаткое положение, у них и так экономический плод. Поэтому они пытаются что-то там сбалансировать. Президент Ирана и Айатола Ирана, духовный лидер Ирана. У них тоже там разногласия между собой есть. И семейные, и такие. Поэтому там тоже не все так гладко, шито, крыто. Ну и учения, которые... Как бы они говорили, это были учения, но я думаю, что это были не учения, это был запуск из их подземного ракетного завода двух ракет. Они взорвались, они не взлетели. То есть у них не все тоже так хорошо, что вот завтра они прямо налетят на Израиль и разрушат Израиль. Да, идет публиканда такого образа. Но это не первый раз, когда они так делают и так поступают. А израильтяне продолжают уничтожать террористов, глав террористической организации. Почему-то в Украине на всех СМИ их называют главами организации или движения, или партии. Глава Хамаса, лидер Хамаса, лидер Хазбулы. Заместо того, чтобы использовать, называть их своим именем, что это террористы, которые возглавляют террористические организации, они их называют лидерами. То есть они их ставят на ту же планку, что и Маргарет Тэтчер, и Регина, и генерала Тэттна, и генерала Матгамори, маршала Матгамори. Вот это были лидеры. Сегодня даже генерал Шворцхоб, и генерал тот же Мэттис, Петреус, это лидеры. Они тоже и говорят лидеры. Зависит, чтобы назвать их бандитами и террористами, которые должны быть уничтожены и уничтожены. Так, немножко, Юра, завис, уже отвис. Вот YouTube все-таки нам портят, и портят сильно, получается. Ну ничего, понятно. Юра, вот шаг, который предприняли украинцы, в общем-то, провести свою СВО на территории России. И успешно проводят такие. Как ты расцениваешь? Смотри, я не хочу это сильно комментировать с военной точки зрения, потому что официально никаких выступлений от украинских властей нет. То есть, может быть, это украинцы, может быть, это местные какие-то группы, может, это какой-то там правильный пригожин это делает. Я сейчас не буду утверждать, это когда выступит генерал Буданов или еще кто-то из официальных лиц Украины, тогда это можно подтвердить. Но, давай представим, что если это правда, если правда, что украинские войска прорвали две линии обороны, зашли глубоко в территорию России, то это, конечно, я считаю, опять же, я не утверждаю, что это сделано, но если то, что я знаю и то, что я понимаю, абсолютно мое личное, то это хорошо. Они перенесли войну на русскую территорию и показывая всему миру, что они могут, умеют и хотят воевать. Только помогите, только дайте им, и они сделают эту работу. Самые, как и русские, понимают, что им просто так это все не сойдет с рук. Вот это убийство, вот это вот неразрешение иметь полную волю, полную небезответственность к своим действиям. Громите детские госпитали, остирайте с лица земли города, убивайте сколько хотите украинцев, детей будут только, вот останавливать будут только украинцев. Как вот Пригожий тогда, что он на Москву, то украинцам господин Блинкин официально заявил, что никаких провокаций, ничего не делать не против России. Дать там устаканиться, стабилизировать Путина, и тогда можете дальше только защищаться, только стоять в линии обороны. У вас руки связаны, и вы можете, я думаю, что, ну и так далее, это понятно, на чьей стороне, на чьей стороне вот этот сговор был, что Россия могла делать, потому что ей администрация Байдена пообещала, что на территории России войны не будет, не перенесут запрещение пользоваться нашим оружием на территории, и так далее, и так далее. Да, давайте, вот сейчас будет наступление, оружие не дали, наступление захлебнулось, и, конечно же, Путин чувствует в безопасности, русский себя чувствует в безопасности. Ну, послали там несколько дронов украинцы, ну, где-то они там упали, что-то они там подожгли и взорвали. А теперь они видят, что нет, войну перенесли. Мы то же самое сделали во время Второй мировой войны, такой был у нас рейд подполковника Дулыдл, который на армейских самолетах взлетел с авианосцев, и они бомбили Токио в первые же дни войны, в 41-м году, после нападения на Борл-Харбор. То есть, сразу пошла ответка, сказали, мы эту войну принесем к вам, рано или поздно она придет к вам. И это тоже то же самое сделал и Сталин, советские бомбардировщики долетели до Германии, отбомбились еще в 41-м году. То есть, вы не думаете, что вам это сойдет с рук. Поэтому я считаю, что это другое дело, почему Украина приняла это решение сейчас сделать. Опять же, я не утверждаю, что они сделали, но если это происходит, потому что я думаю, что они поняли, что Байден уже не хромая утка, а утка в яблоках или утка по-пекински, то есть это забудь. Камала Харрис не поможет Украине, если она станет президентом. То есть, им надо действовать самостоятельно. Камала Харрис, это не ее приоритет. Более того, в ее понятии, что такое Украина, по-моему, нет. Это такая сепаратистская зона от России. Дикари. Мы украинцы в ее понятии, потому что тут нет изучения 146 гендерных образований. Нет даже закона о однополых браках, да и нормального даже гей-парада они провести не проводят. То есть, это гикари, которые еще живут в позапрошлом веке и борются, в принципе, с социализмом, с социал-националистами. То есть, сегодня Россия – это социал-националисты, то есть, нации, нацисты. Они борются тем, то есть, она же тоже социалистка, ее родители – коммунисты, преподавали коммунизм или коммунистическую экономику, так называемую, понятие вообще есть, университет. Она социально близка к Путину, а не к вот этим репеталистам. У них даже программа, то же самое с ее вице-президентом Тим Уоллсом, он еще левее, чем она. Тим Уоллс – губернатор Миннесоты. Вот я тебя спрошу, ты знаешь, где Миннесота находится? Конечно, нет. Но если карту посмотрю, я найду ее. Да, вот большинство людей понимают. Я тебе больше, что скажу, большинство американцев не знают, где находится Миннесота и с какими штатами она граничит. Это северный штат, граничит с Канадой, и там люди понятия не имеют, что такое Украина и где это Украина. Если вы не знаете, где Миннесота, то поверь мне, там люди не знают, где Украина или Армения, но они знают, что есть такая Раша. Какая-то где-то там северная сторона, где там медведи по улицам ходят. Поэтому они, а он еще левее этого, то есть от них помощи ожидать не надо. А вот Трамп уже несколько раз заявил и показывал это в прошлом, что он за Украину, что он поможет, что он не друг с Путиным. Как они не пытались это доказывать и расследовать, он уже говорит, что нет, он не позволит этого. И что это будет для нашей страны огромное поражение, если Украина проиграет. То есть все прекрасно понимают, что Трамп поможет теперь в украинских властях. И мы видим это даже в МИДе, они начали уже приглашать даже вот нас, этих ненавистных трампистов. И поэтому они приняли решение, что если будет Камп Ахари с помощью Украины, будет надо действовать сейчас. И может быть тогда это привлечет внимание всего мира. А это привлекает внимание всего мира. Точно так же, как в Польшу, в гетто в 42-м году еврейских детей. То же самое, как в Донецке, в аэропорту эти киборги. Что вы думали, они разобьют российскую армию? Нет. Они просто пытались привлечь внимание всего мира, что они здесь погибают, они здесь скопали. А весь мир наблюдает это. И только озабоченность. То есть эти действия, входы, проламывая российскую оборону и войдя туда, взяв в плен российских солдат, это показывает всему миру, что Украина не сдастся. А война будет еще разрастаться больше. Потому что теперь Путин должен будет принимать еще какие-то меры против этого. А никто не хочет, чтобы война к ним в страны пришла. Но я обещаю всем, что если мы не загасим эти конфликты, если мы не уберем этих крокодилов, этих тиран, эти войны придут каждому из нас в дом. К каждому из нас эта война придет в дом. Это не только израильтяне и украинцы. Она придет. История доказывает это тысячу раз. Поэтому этого дьявола, этого беса надо убить в природах. Мы его в природах не убили. Мы помогли ему родиться. Так убейте его сейчас. Нам надо его убить сейчас. Пока он не вырос. Пока у этого дракона не выросло еще пять голов. Да. Ну вот приграничной территории те же курчане, жители Курска, они все поддерживали специальную военную операцию, поддерживали Путина. И вот война пришла к ним. И им это сейчас очень даже не нравится. Юр, вот как военный человек, что ты скажешь? Вот если не только Курская область, а и соседние области, они будут... Их там нет и неизвестное появится и возьмут там контроль. Российская армия будет вынуждена снять свои части с Украинского фронта и направить туда. Или пусть пропадают российские области? Нет, он не может этого допустить. Это даже психотип такого человека не может это допустить. У них и понятия-то нет. Там же люди тоже не понимают. Они-то пошли из-за доброты своего сердца, из-за доброты своей души воевать с нацистами, бендеровцами, фашистами, освобождать братский народ. А эти пришли и убивают, нас-то за что? Понимаешь? Вы нас-то за что? Вы наш Крым-то бомбите? Они этого не понимают. Нет, конечно. Это пропаганда, это идеология, генофонд, если так можно тоже сказать. И запугивание. То, что сейчас бендеровцы придут со шмайзерами. Если услышат русскую речь, вас сразу расстреляют. Это давно идет. Ну, могу сказать, что тут и украинские СМИ были в помощь тоже в этом отношении. Я знаю, что я воюю с этими витринными мельницами, а не игиоты. Это опасно. Когда ты воюешь со всеми журналистами, а современно они тебя просто порошок задают. Дискредитируют, придумывают разные, найдут разные фотографии, найдут черт знает что. А сегодня это вообще легко сделать. Иди, ты кажешь, что я этого не говорил. Когда тут мой голос или что это рядом со мной, там голые дети разные. Сегодня это все делается очень легко. Если ты воюешь с этими людьми, кто профессионалы в этом, они, конечно, могут это сделать. Но сегодня мир в опасности. И они это с Буковским сделали. С Владимиром Буковским сделали. Когда они его обвинили в педофилию. Буковский никак не мог противостоять. Он слишком мало в технологиях компьютерных разбирался. С ним что угодно можно было сделать. У человека была... Опять же, он же тоже воевал с ними со всеми. Это было видно. Поэтому я это все осознаю. Но я также понимаю, что это все стоит человеческих жизней. И я такой выступаю, как обвинитель в сторону этих людей. Вот, давай к США перейдем, да? То, что Камала Харрис назвала, кто будет ее вице-президентом. Какую реакцию в США вызвала? Ну, опять же, я не могу говорить за все США. Опять же, у нас разделено. Единственное, где она ответила на вопрос журналистов, это про вот этого Тим Голлса. Потому что против него вышли очень серьезные обвинения в украденной доблести. Столен Беллар. Он, это частенько бывает, я уже на многих программах это говорил, он был учителем социологии. То есть, сначала это называлось social studies, социальный урок изучения социального отношения. Потом это назвали social science, то стало наукой. Ну, это такой марксизм, ленинизм, социальный, как социальный. В некоторых школах убрали уроки истории, оставили только вот эти вот социальные науки, где тебя учат быть социалистом, коммунистом. Он это предавал. Он 30 раз был в Китае, много раз говорил, что китайское общество, и вообще Китай, ему это нравится, это правильно, это хорошо, отношения между людьми там правильные и так далее, и так далее. Я ничего против этого не имею, но 30 раз ты не можешь быть 30 раз в какой-то стране, не имея к этой стране какие-то привязанности, чувства и так далее. Как, например, у меня в Украине. Если я бы избирался на какой-нибудь политический пост, я думаю, что это было бы абсолютно нормально, если у меня спрашивали вопрос, «А что ты думаешь о Украине? А где у Украины есть какая-то лояльность?» То есть, я бы кто-то, да, конечно, туда 30 раз не ездил. И не преподавал бы там английский язык или, в моем случае, там, не занимался ранеными и так далее. У него есть, он опять же, он же был губератором Миннесоты, то есть, он учитель. Частенько учителя, пожарники, полицейские, ну, вот эти вот государственные служащие, они не получают большие зарплаты. У них много бенефитов в пакете, но там раньше могут идти на пенсию и так далее. Но с самой зарплатой, они очень такие небольшие, можно сказать, миллионерам-премястрами. Частенько они компенсируют это, занимаются еще чем-то. Очень часто они идут в резервы, в военные резервы. И там раз в месяц, в одни выходные, они вот тратят в этом резервы, занимаются. И очень часто люди, которые привязаны к своему штату, идут вот, что у нас называется National Guard, национальная гвардия, но она не имеет отношения к национальной гвардии. Другая структура, она отвечает к губернатору. Это такая губернаторская армия, которую он использует во время, там, стихийные бедствия, помогать полиции. Это что такое вроде резерва и МЧС, смесь. И вот он 24 года прослужил в этих нацгвардии. Но он послужился до звания, единственное, как я могу это перевести, до старшины батальона. Это высокое. Не высоко. Так, Юрочка, ты снова. Ты снова. Да, 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 все, отвис. Это высокое звание, это очень ответственная должность батальонной старшина. Да, это занимает 20 лет, чтобы достичь этого. Это самое высокое звание среди рядового состава. Но, как только вышел приказ, эти, но Пентагон имеет право мобилизировать этих нацгвардейцев, если идет война. И вот пришла очередь его батальону выдвигаться в Ирак. Как только он это узнал, он подал в отставку и ушел. То есть он предал свой батальон. Все его сослуживцы. Были очень недовольны этим. Они об этом говорили, когда он становился губернатором. Но это было на штатном уровне. Штат левый. И я напомню, почему он левый сейчас. И он ушел. И это было предательство. Конечно же, назначили другого сержанта на его должность, но он уже не подготовленный. То есть его подготавливали к этому 24 года. Платили деньги. Пришел момент, когда он должен это выполнять. Он бах и ушел в отставку. То есть никто из военных ему руки не подаст. Это считается таким предательством. Но это не противозаконно. Он ушел. Будет заболеть, еще что-то. Он после 20 лет, любой человек вооруженных сил их может подать в отставку. И он подал. Но что он сделал? Ну, это было такое предательство среди нас и братства военного. Но что он сделал? А здесь уже нарушение закона. Он везде, на своем фейсбуке, на своих резюме везде. Сейчас они почистили это все, убрали. У интернета память хорошая. Он говорил, что он вот этот батальонный сержант. Батальонный старшина. Но по закону он не был батальонным сержантом. Если ты уходишь раньше времени, то тебя разжалуют в предыдущее звание. То есть в отставку он ушел, название меньше, а не то, которое он говорит. То есть это все равно, когда подполковник себя выдает за полковника. Это нельзя делать. Так что он был разжалован. А везде он говорил, более того, он часто выступал против оружия. Что у гражданского населения оружие не должно быть. Потому что у гражданского населения не должно быть такое же оружие, с которым он ездил на войну в Ирак. Здесь полная броня. Он никогда не был на войне. Он никогда не участвовал в боевых действиях. И вот его поймали на этом броне и из-за этого скандал. Ну и также мы помним, что он губернатор Миннесоты. В 20-м году мы помним безобразие и погромы, и убийства, которые проходили в Миннеаполисе. Это город в Миннесоте. Когда Антифа оборудовала Black Lives Matter. Убивали, захватывали полицейские участки. Тогда мэр этого города, его запросил, сказал, что он сказал, что он не справляется с этим. Пришлите нацгвардию, то есть его алмама и губернатор тогда не присылал очень долго нацгвардию, чтобы навести там порядок. То есть он это тормозил. Также у него название, его называют, у меня в гостях мой хороший друг, генерал, если он у меня нравится, поэтому я отвлекаюсь на него. И его называют тампон-тэм. Тампон-тэм. Это такая у него проблема. Почему тампон-тэм? Потому что он ввел закон, что в школах, в туалетах должны быть принадлежности для женской гигиены. Ну как, туалетная бумага? Ну конечно. Девушка, она, у нее нету с собой, она может это использовать. Казалось бы, это хороший закон, и никто ничего против этого не имеет. Но он также наставил, чтобы это было и у мальчиков в туалете. То есть мальчики в школах, в middle school, это от 8 там до 13 лет, у них тоже, чтобы это было в туалете. Вот я не помню, у меня 8 или в 10 лет, когда у меня была менструация, что мне нужно было использовать такие препараты. Это вот эта вот ливизна, которая также, у него были одни из самых жесточайших законов по ковиду. Более того, он ввел хатлайн, то есть стучите на своих соседей, на своих сотрудников, вышел без маски, там собралось больше 4 людей в одном помещении и так далее. То есть его закритиковали за это, он стукачество распространял. Ну и много всего такого, там 230 миллионов долларов куда-то пропали во время ковида, во время его, то есть там какая-то коррупция была, включат, тоже идет расследование по этому поводу. В общем, это вот такой человек. По сравнению с Джей Ди Вэнсом, вице-президентом Трампа, который правда служил в морской пехоте, который правда воевал в волной войне, который сам из себя сделает. Также непонятно, какой университет и какое образование у него, вот у него есть школьное, что он может быть школьным учителем в этом социальной науке. Но какой университет он закончил, какой у него образование, где у Вэнса явно есть очень лучшая юридическая школа в мире, наверное. Одна из лучших, ел куда-то и чрезвычайно сложный закончил, а он за счет закончил и мужский цикл личен. Он правда воевал, они пытаются распускать слухи, что он в морской пехоте был журналистом, то есть там кто-то воевал, а он за ними бежал там с камерой или записи. Это абсолютный брехняр, скажем, все морские пехотинцы, это в первую очередь пехотинцы, они все воевают. У них нет даже медиков, у них нет юристов, у них нет вспомогательных войск. Все вспомогательные войска к ним, допустим, медики, врачи, санитары приходят из флота, это моряки, а морские пехотинцы, они все бойцы, они все действуют в боевых действиях, участвуют в боевых действиях. То есть у них может быть дополнительная служба, дополнительные обязанности, например, он может быть там дополнительно еще поваром готовить, или он может быть дополнительно еще кем-то. В моем случае у меня тоже были дополнительные службы по вопросам медицинским, так как у меня было медицинское образование. У моей дочери, например, есть тоже, она там проводит еврейские праздники, у нее дополнительные есть. Есть дополнительные. Вот у меня было дополнительно, что он был журналистом, что он красиво умел писать, красноречив был, это было у них дополнительно. Но они пытаются вот эту дополнительную работу выдать службу, выдать его как за основную. Нет, основная его служба была Мурпех, на острие копья человек. Вот это сравнение с тем, что у нас есть с Волсом. Юра, у нас сегодня эфир укороченный, потому что в 11 часов у меня будет следующий эфир на канале с историями, чай с друзьями называется. И вот, Юр, в целом, как ты сейчас, последний вопрос, как ты оцениваешь сейчас политическое состояние в США? Напряженное. Я думаю, что у многих людей нет сомнений, что выиграет эти выборы Трамп, но дадут ли они ему стать президентом? Нет, только так же, как многие из нас в полуамерике считают, что Трамп в прошлый раз выиграл выборы, что он набрал больше голосов, на 10 миллионов больше, чем в первый раз, то есть это беспрецедентно было. У нас есть один такой предсказатель по выборам. С 1984 года он ни разу не ошибся, он говорил, кто выиграет. В этот раз он так изложил, там у него 12 причин, он изложил, что президент, он не сказал, кто выиграет выборы, он сказал, кто станет президентом, вот он поменял, он сказал, что президентом будет Камала Хайц, а кто выиграет выборы, он не связал. Да. То есть большевики власть просто так нет. Понятно. Юра, ну мы, как говорится, в этой ситуации, в этом мире должны, мне кажется, делать то, что мы должны делать, что диктует разум, что диктует сердце. И я вижу, как отлично ты держишься, как ты воюешь. Уважаемый муж-китер, это еще даже выше, чем каперанка-сынка. Спасибо, большое спасибо. Юр, до свидания, удачи. Тебе так же, с чаем, вкусного тебе чая, с друзьями. Да, спасибо.